Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Итоги недели с Евгением Йениным. Добрый вечер, меня зовут Евгений Йенин и это программа Итоги недели на радио Комсомольская правда. Да и в этот час о том, что было и о том, что будет. Областной суд отменил депортацию русской семьи в Казахстан, за что их хотели выслать из страны. В Госдуме предлагают запретить мигрантам работать в общественном транспорте после падения автобуса в реку в Питере. Но тот водитель был гражданином России, в чем тогда смысл. В Екатеринбурге подвели итоги проекта «Ты супер-женщина» и начался новый этап конкурса «Достояние Среднего Урала». Расскажем, какие у нас достояния есть вообще. И мой первый гость это Карина Морозова из семьи Морозовых. Здравствуйте, Карина. Здравствуйте. Во-первых, расскажите, пожалуйста, про вашу семью. Сколько в ней человек, кто в ней? Ну, в нашей семье пять человек. Мать, отец, два старших брата и я. Когда вы переехали из Казахстана в Россию? Мать, сын, ясненько, вы переехали в 2017 году. А самый старший из братьев моих переехал позже. В 2017 году. А вы? Вы тоже в 2017? Да, но. У вас, получается, у всех нет гражданства российского? Нет, у самого старшего и моих братьев уже есть гражданство. У него и у его семьи. А почему нет у остальных гражданства? А у нас небольшая заминка была с этим. У нас определенные проблемы были в семье, которые, финансовые, которые решались. И вот в течение времени они решились. И мы смогли начать собирать документы. А что у себя представляет процедура вступления в гражданство? Потому что, ну, я ни вступал, не представляю, что это такое. Ну, честно, не попрощено. У нас сначала импульсное жительство. Вот. Для вида жительства мы уже создали все документы. Во время сборов мы выяснили, что мы не прошли вот дактилоскопию фотографирования. Собственно говоря, эти нарушения в статье 18. И вот случилась вся эта ситуация. Расскажите про эту ситуацию. Как так оказалось, что вы оказались в центре для мигрантов на депортацию? В очереди на депортацию. Ну вот, в феврале они начали собирать документы. Верение жительства. Собрали все необходимое. Мы пришли в организацию, которая помогает людям получить гражданство. Она находится недалеко от УФМС. Там буквально через дорогу. Нам сказали, что не хватает еще зеленой карты иммигранта. Нам дали направление в УФМС. Мы прошли туда. Прошли вот эту вот процедуру. Дактилоскопия фотографирования. Нам сказали, что мы пришли здесь слишком поздно. Именно поэтому у нас будет штраф. Я уточню, а вы не знали, что нужно было пройти эту процедуру за какой-то срок? Да, мы об этом не знали. Там срок 30 суток. Но мы это позже уже узнали. То есть она нигде не требовалась. Примерно никто раньше не говорил. И поэтому мы не знали. И что было дальше? Нам дали адрес. Сказали, что идите туда-то. Там составили на вас административный протокол. У правонарушений. Там мы отправились. По указанному нам адресу. Там никого не оказалось. Сотрудник был в отпуске. Мы дождались пока сотрудник поедет из отпуска. На нас оставили протоколы в административном правонарушении. Там 2000 рублей, по-моему, да? Да, 2000 рублей на человека. После чего нам, где вставляли на нас административное правонарушение, нам сказали, что нами свяжутся, когда, куда прийти. Связались, рассказали, куда прийти. Мы пришли на место, где должны были оплатить, получается. Но нам сказали, что по статье, там не просто страх, там еще могут что-то вынести. Поэтому нам нужно дождаться суда. С февраля месяца мы занимались этим вопросом, получается, с середины. Вот. И только в апреле 24-го маме позвонили на телефон и сказали, что она и я должны видеть на малышево бабы в зал заседания сюда. Мама также напомнила, что я знаю, что я знаю, матерью моего брата среднего, получается, в семье, на Типе. Вот. У него другая фамилия, мама с отцом в гражданском браке. И нас разделили, так скажем, по фамилиям. Вот. И ей сказали, что перезвонили. И перезвонили через буквально 5 минут. Сообщили, что на Типе также нужно обратиться по этому адресу. Ну, мы явились, соответственно, в назначенной дате. Получается, на следующий день нам назначили в 20 дня. Да, да. Мы прождали туда 3 часа. Вот. Нам вынесли под стать бумаги о том, что мы наблюдаемся в защите, то есть в адвокате и в переводчике. Вот. И что было потом? Ну, мы знаем, что было потом. Вас приговорили к депортации, к запрещению на въезд в течение 5 лет в Россию. Да. 25 числа. Вечером нас вывезли в Центр временного снижания. Там мы находились на протяжении 21 дня. И вот вчера нас освободили. Вчера вас освободили, потому что областной суд принял решение, отменил решение нижестоящего суда. Если бы вас депортировали, что бы с вами там было? Ну, конечно, это не знаю, но с самого начала было бы, конечно, очень тяжело, там ничего никого нет. Нужно было бы с самого начала выстраивать жизнь. Ну, то есть у вас там нет жилья, не осталось после того, как вы оттуда уехали? Нет, у нас там ничего нет. Если бы нас депортировали, то это была бы новая страна, с новыми возможностями, так сказать. Вот. Ну, это я несерьезно в шутку говорю. Тяжело бы было. Я понимаю, что в шутку. Как вы себе свое будущее сейчас представляете? Что вы планируете делать? Сейчас мы уже начали заниматься восстановлением документов. Ведь в суд мы отдали все оригиналы, потому что мы думали, что нас просто страхует, и мы все сразу заберем, страх оплатим. И с этим приложили оригиналы документов. Сейчас мы занимаемся их восстановлением. Как только... Подожди, я не понял. А их сюда нельзя забрать оригинал? Нельзя забрать на видео. А, вот так вот, да. И нам сказали, что нужно их восстанавливать. Вот. Как только восстановим, снова будем собирать, ну, точнее уже собранные документы на ВНЖ, подавать для рассмотрения. Карин, я желаю вам и вашей семье как можно быстрее и проще пройти все эти бюрократические процедуры и стать полноценными, полноправными гражданами Российской Федерации. Удачи вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Карина Морозова из семьи Морозовых была у меня на связи. И мы продолжаем. Итоги недели с Евгением Йениным. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия за правду», в Госдуме предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Ну, водителями, естественно, кондукторами пускай. И у меня в гостях Андрей Кузнецов, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду», лидер регионального отделения нашего местного «Справедливая Россия за правду». Привет. Здравствуйте. Давайте об этом поговорим. Что это нам может дать? Зачем и почему? Ну, я бы хотел начать, знаете, с того, что, во-первых, мы вносили законопроект. Я как заместитель руководителя фракции хочу здесь, чтобы все понимали, что мы последовательно достаточно отстаиваем свою точку зрения. И она основывается, прежде всего, на вот очень такой простой истине. Вот, знаете, есть интересы сиюминутные, а есть интересы стратегические, интересы вот завтрашнего дня. И можно в сиюминутных интересах что-то вот сейчас как бы получить, да, а завтра это перечеркнет вообще всю перспективу. Вот тема мигрантов и трудовых мигрантов, она вот именно такая, потому что у нас сегодня рынок труда заполняется с помощью трудовых мигрантов по запросу бизнес-сообщества, деловой среды и так далее. Я хочу с удовольствием поговорить о мигрантах. Я вначале хочу просто про заявление Миронова, потому что он это связал с историей в Петербурге, где водитель отправил автобус в мойку, в речку. Семь человек погибло, но этот водитель был гражданином России. И возникает вопрос, а при чем здесь мигранты? Ну, он при этом делал поправку, что, значит, надо разбираться, как этот водитель получил гражданство, во-первых. И там дело не столько в самом водителе, сколько в его вот этой организации, в которой он работал. Да, совершенно верно. Он работал без отдыха, поэтому вот это случилось. Причем здесь миграция. Это мог быть русский, не русский. И здесь дело не в национальности, не в гражданстве. Человек переработал незаконно совершенно и грохнул людей. Дело в том, что там много замечаний было до этого к этой кампании. И она вот как раз построена на труде людей, так сказать, национально родственных вот этому гражданину. Так дело в национальности или в мигрантах? Дело в мигрантах. Потому что он не был мигрантом, этот водитель. Дело в мигрантах. Дело в мигрантах. Подожди, водитель не был мигрантом, он убил людей. Причем здесь мигранты? При том, что он из среды мигрантов получил гражданство. Вот так это звучит. А, ну то есть как бы мы про новых граждан говорим. Мы говорим про новых граждан, и эти проблемы между собой взаимосвязаны. Дело в том, что сама по себе проблема трудовых мигрантов, я еще раз говорю, она основана на том, что экономика нуждается в рабочей силе, и вот бизнес-сообщество, и деловая среда, в частности, вот транспортная наша отрасль, вы знаете, они больше всех. Мы с осени прошлого года как бы говорим об этой теме, и нам первые, кто начали возмущаться, стали транспортники. Говорят, слушайте, если мы сейчас будем следовать вашим идеям, что запретить трудовым мигрантам в общественном транспорте работать, мы обрушим отрасль, потому что нам некому, у нас некому работать. Грузовой автотранспорт во многом, как бы сейчас уже на труде мигрантов, такси и общественный транспорт. И мы говорили о том, что на самом деле эту проблему надо решать, потому что сегодня мы, решая, затыкая, так сказать, сиюминутный интерес, мы закрываем будущее нашей стране. В какой стране мы будем завтра? Хорошо, хорошо, как решать? Эту неделю я ездил на такси, у меня машина была в ремонте, и когда у меня высветилось, приедет водитель Иван, Иван, я так удивился, как, не Бабаджон, а Иван, так не бывает. Все остальные были мигрантами. Не знаю про гражданство, но явно не местные, скажем так. И что? И что? Вот у нас есть порядка, если я не ошибаюсь, 14 регионов в нашей стране, где, не дожидаясь никакого закона, губернаторы вводят ограничения на использование трудовых мигрантов. В транспорте? И в транспорте в том числе, да. В торговле еще, по-моему. В сельском хозяйстве. Вот, кстати, самый успешный опыт этого амурского губернатора, если вы помните, они запретили в сельском хозяйстве, и тоже у них было много сопротивления, так сказать, от представителей бизнеса сельскохозяйственного. Андрей, в чем суть всего этого? Суть заключается в том, что нужно, значит, совершенно иначе относиться к трудовым мигрантам, к самой проблеме. Первое, значит, нужно ограничить использование трудовой силы мигрантов. Второе, нужно навести порядок с их прибытием, учетом, значит, постановкой сертификации, получением вот этих сертификатов, устранением коррупции в миграционной службе. Вот эти все проблемы, они сегодня превращаются в такой снежный ком, который приводит к тому, что на самом деле, ну вот вы привели пример по Екатеринбургу, да, такси, что вот был там Иван, ну вот, скажем, в Москве это проблема уже получить, так сказать, гражданина России. Нет, у меня был один Иван среди десятерых не Иванов. Да, и вы выбрали, значит, все-таки его, правильно? Нет, ну это мне Яндекс подкинул. Вот, у нас совсем мало времени, если говорить про Екатеринбург, мы завтра превратимся и будем вот полной ложкой черпать проблемы, которые в Москве. Вот, у нас будет просто засилье трудовых мигрантов. Но я для слушателей скажу, что как бы поток на улице, поток людей в Екатеринбурге, в Москве совершенно разный. Скажем так, азиатов в Москве гораздо больше, чем у нас, вот просто в разы больше. Да, потому что там рынок труда больше, поэтому их там больше. Но дело ведь не в общей, так сказать, массе, а именно в доле от населения. Вот, когда у вас будет целый район и школы, в которых только дети мигрантов, вот тогда вы будете понимать, что это упущенная уже ситуация. Здесь мы говорим о сохранении культурной чистоты, скажем так. Потому что, смотри, мигранты, они могут принимать гражданство, тогда они становятся не мигрантами, а гражданами. Но получаем чека с тем же культурным кодом. Не получаем мы с тем же культурным кодом. С тем же, как у мигрантов. А, у мигрантов, да, согласен, совершенно верно. Вот я почему и говорю, весь вопрос, он упирается, вот казалось бы, такой, он абстрактный, да, в какой стране мы будем завтра жить? Ну, завтра, вот через 3, 4, 10 лет, да, в какой стране мы будем жить? А это зависит от того, как мы сейчас выстроим взаимоотношения с трудовыми мигрантами. И вот эту тему в нашей стране сможем мы упорядочить или нет? Мы стоим на жесткой позиции. Вот мы, справедливая Россия, мы считаем, что надо наше деловое сообщество привести вот в такое шоковое состояние. То есть запретить им, чтобы они начали думать об этом. Есть, так скажем, более либеральная часть и депутатов Государственной Думы, и остальных деятелей, которые говорят, ну, нельзя так резко, как вы предлагаете, мы-то вообще предлагаем целые отрасли освободить. То есть не использовать труд мигрантов, например, в общественном транспорте. Почему? Потому что это требует все равно менталитета определенного нашего, знания русского языка, как минимум, надо, и законов, которые есть в России. Когда трудовой мигрант, умея управлять автомобилем или автобусом, садится за руль, не факт, что он знает правила наши. Нет, ну слушай, ну это же есть механизмы, которые позволяют это установить, что называется. Можно заставлять принимать, сдавать экзамены, получать наши права, подтверждать права. Пример в Питере, да. Но он же не потому, что он грохнулся в мой курс, потому что он правила не сдал. Ему нельзя было работать-то. Я имею в виду, он правила-то не дорожные нарушил, а законодательство нарушило. Ему нельзя было выходить на смену, если он... Так это его начальники заставляли. Вот не в этом дело. Позиция справедливой России, насколько я понимаю, такая. Нам не нужны азиаты. Нет, нет. Вы сейчас пытаетесь придать национальный привкус к этому. Нет, абсолютно нет. Нет, мы сейчас говорим об интересах наших граждан. Подожди, вот мигранты из Средней Азии, из Белоруссии, это одно и то же? Тех там тоже не нужно в транспорте? Ну, в принципе, да. Почему? Там наш культурный код. Мы говорим о культурном коде до этого. Ну, подождите. У нас есть свой рынок труда в России. Местные люди, то есть граждане страны, которые тоже хотят работать в транспорте. То есть речь только о рынке труда. Конечно. Не о том, чтобы приезжали азиаты. Вот, значит, это две темы, которые перекликаются. То есть есть трудовые, экономические условия, да, то есть экономика вопроса. То есть вы будете в зависимости, мы будем в зависимости не только с точки зрения ментальной, когда я говорю о том, что у нас школы будут только, значит, дети-мигрантов, но и с точки зрения экономики вы будете зависеть от мигрантов. Это сейчас уже происходит. И это недопустимо, потому что... У нас остается мало времени, поэтому сейчас мы опускаем тему национальности, Средней Азии, не Средней Азии, и говорим о том, а как, собственно, заменить мигрантов на рынке труда, как привлечь не-мигрантов на те места, которые занимают мигранты. Ну, на самом деле, вот когда я говорил о том, что превращаются такие клановые истории, вот у нас есть примеры по стране. Значит, я думаю, что и в Екатеринбурге. Не думаю, а знаю, что есть в Екатеринбурге такие вещи, когда, например, пробиться человеку не из мигрантской среды на, например, строительный какой-то проект на стройку, или, например, в какую-то компанию транспортную, ему достаточно сложно, потому что это превращается в некую такую клановую историю. И здесь уже по-национальному. Андрей, минута, что делать с рынком труда, на котором не будет мигрантов? Как его заполнить? Что делать? Нужно обратить внимание на, как я сказал, 14 регионов, которые уже это применяют, и применяют успешно. То есть они вводят меры ограничительные, и рынок начинает на это реагировать. То есть появляются трудовые ресурсы со стороны граждан страны. И вот этими ресурсами мы начинаем решать свои задачи. Да, это несколько дороже становится в определенных случаях для работодателя. Но в целом, как бы, это носит позитивный и оперативный итог, и стратегический. Вот почитайте заявление Амурского губернатора, как они у себя в сельском хозяйстве эту проблему решили. Абсолютно. И темпы роста сейчас экономические есть, и рынок труда среагировал, они заполнили вакансии. Спасибо большое, Андрей Кузнецов, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». И после новостей поговорим о том, что в Екатеринбурге подвели итоги конкурса «Ты супер-женщина». Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подвели итоги конкурса «Ты супер-женщина». Хэштег «Ты супер-женщина». И у меня в гостях соорганизатор-организатор проекта Надежда Никифорова. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Что это за конкурс? Ну, условно говоря, это не конкурс. Это проект, трансформационный проект для девушек-предпринимателей, для тех, у кого есть свой бизнес. Наша целевая аудитория – это как раз-таки владельцы бизнеса, при этом статус бизнеса не важен, и возрастных ограничений тоже нет. То есть девушка может быть не девушкой? Девушка может быть женщиной, у которой есть определенное направление, в котором она развивается. Это может быть давно работающий бизнес, и также это может быть стартап. У нас это уже пятый сезон, соответственно, сейчас за плечами уже более ста супер-женщин, участниц проекта. Они все супер-женщины? Они все супер-женщины, и основная идея проекта – это отсутствие конкуренции. Это экологичное пространство, в котором девушка может упаковать свой бизнес, да, это такая медиа-площадка для продвижения, с упором как раз-таки на женственность, на проявление. Подождите, ну, вы поняли, что я сейчас буду с вами разговаривать. Да, конечно. Можно же с вами жестко разговаривать? Давайте. Я не понимаю, с одной стороны бизнес упаковать в что-то, с другой стороны вот эта вот нежность и женственность. Да, безусловно, реалии жизни диктуют для женщины очень такие строгие рамки. Бизнес по-женски – это немножко по-другому, потому что женщина вынуждена брать на себя мужские функции, и в этом она теряет себя, в этой операционке, в этих строгих принятиях решения. Поэтому для нас важно, чтобы девушка вспомнила о себе как о девушке. Поэтому у нас есть как раз-таки направления… Это как? Внешние. Да, у нас есть три направления. Подойди к зеркалу, накрасься. Да, вспомни, что ты девочка. У нас есть три направления. Первое – это внешнее направление. Это как раз-таки дефиле, танцы, фотопозирование, огромное количество контента для бизнеса. У нас в проекте я отвечаю за внешнее направление. Я режиссер-постановщик показов. Также я режиссер-постановщик финального шоу. Я отвечаю за коллаборации с дизайнерами. Мы привлекаем профессиональных визажистов, дизайнеров для того, чтобы у девушки было огромное количество контента классного. И в том числе она научилась чувствовать себя настоящей звездой подиума. Это подиумный шаг, дефиле. Я понял, как вы привлекаете участниц. У тебя будет дофига контента. Ты весь… Это правда. Весь Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации, им забьешь. Также важно вспомнить детскую мечту, потому что очень у многих есть ограничивающее убеждение, что моделью может быть только девушка с ростом 180 сантиметров, 90-60-90, молодая. Сейчас эти стандарты вообще сместились. И я, в принципе, пропагандирую идею, что на подиум может выйти любая девушка. И это сейчас доступно, возможно. И дизайнеры как раз-таки привлекают девушек, взрослых. Есть такое направление age plus моделинг. У вас конкурс красоты без ограничений по параметрам с условием того, что у моделей, у участников должен быть какой-то бизнес. Да. Но это только одна сторона вопроса. То есть есть еще внешнее, внутреннее направление. Это как раз-таки Юлия Морозова и команда психологов. То есть это работа с ограничивающими убеждениями, какими-то внутренними затыками. Все то, что мешает двигаться вперед. То есть это очень классные групповые практики. Кундалини-йога, тантра, нейрографика, расстановки. Все, что помогает девушке вспомнить о себе и вспомнить о том, как кайфовать в жизни и при этом совместить это с бизнесом и с работой. Потому что к нам приходят девушки с разным психологическим состоянием. Это не всегда связано именно с бизнесом. Поэтому это нужно каждой 100%. То есть они у вас проходят сеанс терапии, учатся ходить по подиуму, получают фоточки красивые. Да. Также у нас есть хореограф, который занимается финальным танцем. То есть физнагрузка, дефиле, фотопозирование. Две полноценные классные фотосессии с российскими дизайнерами. Я всегда привлекаю дизайнеров с недели моды наших. В том числе также мы посещаем разные места, где проходит нетворкинг. Это всегда очень красивые локации. У нас есть выезд на турбазу. Это тоже очень классное такое тимбилдинг мероприятие, когда все могут спокойно пообщаться, расслабиться. Это турбаза Тирсуцкая, уже пятый сезон с нами. Мы просто на глазах видим, как она развивается, растет. И да, это проект, где пять недель девушки занимаются упаковкой бизнеса, работой над внутренним состоянием и дефиле. Среди этого всего прекрасного, как сказать-то, погружения в себя, в визаж и все остальное, бизнес-то здесь как-то еще куда-то выложить. Это третье направление, как раз-таки продвижение бизнеса. Это доуточнение целевой аудитории. Это работа с концепцией позиционирования. Это создание из проекта инфоповода для привлечения новых клиентов. Потому что на самом деле люди идут на людей, и ты можешь рассказывать о своем бизнесе, не продавая напрямую услуги. То есть такая нативная реклама, плюс личный бренд, который сейчас уже так заезжен. Но это всегда очень классно, когда ты через себя повышаешь медийность, повышаешь как раз-таки упоминание о себе. Огромное количество соцсетей задействовано, YouTube-канал. У нас очень много инфопартнеров. То есть все это освещается. Это огромное количество контента, как мы уже успели заметить. Ну и в том числе каждую неделю девушки проходят трансформацию как раз по продвижению с Екатериной Разумовой. И по итогам через пять недель они презентуют свой бизнес на сцене. Две с половиной минуты у них есть. Они снимают видеоконтент. То есть у нас есть специально обученный для этого человек, наш технический директор Владимир Лазовский. Он снимал видеовизитки. И девушки получают возможность рассказать о своем бизнесе с большой сцены. Надежда, вам не кажется, что вот женский бизнес такой девочковый, это вот как на машине на заднее стекло туфельку прилепить? Когда я дурочка такая, я не умею водить, поэтому не сигнальте мне. Ну как бы это принижает женщин. Потому что либо мы с вами равны и просто занимаемся каким-то делом, или вот я девочка, мне тяжело, поэтому давайте со мной как-то по-другому. Нет, ну у нас приходят девушки совершенно с разным бизнесом. Это далеко не мягкие ниши, потому что у нас приходят девушки. Елена Семенихина, у нее несколько стоматологий, допустим, да, сеть стоматологий. Также у нас участвовала Валерия Костенюк. Это мастер спорта по художественно-эстетической гимнастике, член сборной России. Она пришла, когда ее бизнесу было 4 дня. Она открыла специально, чтобы к вам попасть, видимо. Я думаю, что так совпало. Она была моей моделью, ну то есть я ее обучала моделингу в модельном агентстве. Совершенно случайно так вышло, что она узнала о проекте и пришла. Также у нас в этом сезоне участвовало два кандидата наук. Это, допустим, Ольга Фильдблюм. Она кандидат психологических наук. И у нее институт по переподготовке психологов. То есть это достаточно серьезные девушки, у которых... И это зачем еще с вашими психологами там работать, мозги чистить? Она пришла на проект за медийностью, за публичностью, за новыми клиентами, за новыми эмоциями. Затем, чтобы научиться преподносить себя со сцены. Победитель-то у вас есть все-таки? Нет, победителей нет, но у нас есть специальные призы. Я бы так сказала, что каждая девушка на сцене получает корону, и это обязательное условие. Не, ну конечно. Да, нет, ну как? На самом деле очень много проектов основано на том, что есть победители. Там три первых места, и все остальные просто стоят грустные с ленточками. У вас все веселые? У нас все веселые, безусловно. У нас победители все. И у нас мы не оцениваем, мы не разделяем участниц и партнеров, потому что партнеры и участницы находятся на одной нише. Это все люди из бизнеса. Что за скандал у вас там был? Скандальчик. У нас ушла одна из участниц. Она перешла в категорию партнеров. Ну это нельзя сказать, прям скандал. Она сказала, не хочу позировать, хочу оценивать? Нет, это выбор каждого, мы же не можем насильно оставить в проекте кого-то. То есть причины официальные в том, что не смогла физически совместить, но она осталась нашим спикером. Поэтому никуда от проекта далеко не ушла. Спасибо большое. Соорганизатор проекта «Ты супер-женщина» Надежда Никифорова была в итогах недели на радио «Комсомольская правда». Сразу после рекламы поговорим о новом этапе конкурса «Достояние Среднего Урала». Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Начался новый этап конкурса «Достояние Среднего Урала». У меня в гостях человек, который этот конкурс придумал. Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловского. Ну, придумал это уж громко. Нет, ну вы придумали это на самом деле. Общественная палата Свердловского. Нет, ну хорошо, это ваши слова, мои слова, что придумал Александр Левин. И поэтому давайте об этом поговорим. Это третий этап, если не ошибаюсь. Это третий год. Третий год. Третий год, первый этап. Первый этап третьего года. Третьего года, да. Для тех, кто все-таки не знает, что такое конкурс «Достояние Среднего Урала», давайте об этом расскажем. Ну, этот конкурс затеялся и реализовывается для того, чтобы обратиться к нашей истории, к нашим ценностям духовным, нравственным, историческим, географическим, промышленным, культурным и так далее, спортивным. Вернуться в историю, чтобы понять, кто такие мы уральцы, откуда мы, куда идем, чем дышим, что было до нас. Вы знаете, когда мы обращаемся к истории, а конкурс начинался, может быть, с задумки вот какой, когда наши коллеги копались в архивах, чтобы искать аргументы и факты для того, чтобы представить Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский к званию «Бород трудовой добрости», всякий раз, натыкаясь на какие-то интересные бумаги, документы, восклицали, «Так это ж наше достояние». И вот тогда мы задумывались, а что такое действительно наше достояние, что каждый житель для себя считает достоянием Свердловской области, Средний Урал. И вот этот конкурс так задумывался. В нем принимают участие объекты, смыслы, явления даже. Вот. Меня спрашивают, почему не наши знаменитые земляки и так далее. Мы как раз это исключили и расположили. Не люди. Не люди, да. Почему? Потому что, ну, люди достойные получают награды или государственные, или местные награды. Вот. Поэтому так или иначе отмечаются. А вот объекты наши очень известные бренды уральские, они как-то в тени. И вот этот конкурс так и возник. Он народный исключительно и проходит в три этапа. Вот сейчас как раз первый этап этого года идет. Это сбор заявок. Любой человек может подать заявку, вот я считаю, такой-то объект или такой-то смысл, или такое-то явление нашим достоянием. В общественную палату? В общественную палату. Сбор идет в общественную палату. То есть заявки принимаются в общественную палату. До 31 мая. Ну, есть еще время подумать. Да, есть еще время. Да, кто хотел бы поучаствовать. Мы, как говорится, никого не загоняем. Мы просто рассказываем о нашем конкурсе. На втором этапе, вот два летних месяца будет, июнь и июль, большое жюри, народное жюри. В него входят председатели общественных палат городов и районов, председатели общественных советов, члены общественной палаты Свердловской области. Они тоже тайным голосованием из всех, подав всех принятых заявок, отбирают 15. Это очень сложный момент. Но отбирают тоже голосование. Каждый голосует. И те, кто набирает большинство голосов, попадают в шорт-лист 15. И вот на третьем этапе эти 15 объектов, получивших большинство у большого народного жюри, выставляются на электронное голосование. Электронное голосование проходит на платформе обратной связи Министерства цифрового развития Российской Федерации через госуслуги. То есть каждый желающий может зайти, имея госуслуги, личный кабинет, зайти через пароль. Как много голосуют? Как много? Да. Ну, в том году проголосовало более 70 тысяч. Ой, это много. В первом году проголосовало около 50 тысяч человек. Ну, это реально много, потому что я знаю, как мобилизовали, например, голосовать за благоустройство, и там 300 тысяч 2,2 рубля. Да, а тут никого не... А тут я никаких следов мобилизации не вижу, да? Никаких следов. Мы никого не... Ну, поэтому меня удивляет, это реально много в таких... Да, вот около 70, я думаю, вы знаете, думаю, что такое... Примерно такие же цифры и будут, если не больше. Почему? Потому что вот сбор заявок идет, да? Вот на сегодняшний момент, вот я сейчас к вам поехал в студию, посмотрел, где-то 76 заявок поступило. А вообще поступает, вот по... Обычно в последние дни, вот почему-то... Ну, мы так любим, да. Да, да. Вот, увеличивается. Обычно в районе 100. Вот на первом конкурсе было 104, на втором уже было 109 заявок. Вот. Поэтому голосуют через госуслуги, личный пароль там, логин. Ну, да, это понятно. Давайте расскажем, кто у нас был признан достоянием за прошлый и позапрошлый год. Не всех какие-то примеры. Да. Ну, пожалуйста. Ну, прошлый год очень торжественно, кстати. Награждение проходит в день рождения Свердловской области, 17 января. И в этом году это было 90-летие в театре эстрады при огромном втечении народу. Полный театр был и очень торжественно проходил. Значит, кто выиграл старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле? Это возле Лисии горы, который? Да, да. Значит, второе место, ну, не второе, а второе по количеству голосов у нас занял Азбестовский карьер. Я там на Реал учился дайвингом. Вот, видите. Все родные места. Да, да. Дальше Алопаевская скоколейная железная дорога, волейбольный клуб «Уралочка» и Невьянская башня. Вот победители этого года. Очень интересный момент. Вот совсем недавно мы так просто спрашивали, как вообще достояние повлияло на... Вот, поскольку уже есть некий опыт исторический, вот они... Кто-то был признан достоянием, и что? Ну, это народное признание. Вот, вот смотрите, и что? О, значит, промышленный туризм на завод старой Куйбыша в разы увеличился. Точно так же, как и Азбестов в карьер. Дайте посмотреть, что это такое, где это находится, самый глубокий карьер. Не-не-не, это не самый глубокий. Не самый глубокий, один из самых. Нет, он не глубокий, извините. Я дайвер, я знаю. Ну, хорошо, но он попал... Он, во-первых, легко доступен, во-вторых, он живой, там, жизнь, рыбы, водоросли, там, вода с видимостью... Я там провел несколько часов, не один час под водой в этом карьере, поэтому я там про него все знаю. Ну, насчет этого я что-то... Ну, не буду с вами спорить, раз вы там занимались. Дальше, на Алапаевской железной дороге узкоколейная был один поезд для туристов в неделю. Сейчас два и не хватает. Вы думаете, именно признание достояния... Это говорят те, кто там работает. Интересно, очень интересно. Это не я говорю, это они говорят. И это очень интересно. И вот этот промышленный туризм и узнаваемость. Ну, и дальше вот мне все говорили, и я не так давно с Николай Васильевичем Карполем разговаривал. Он говорит, ну, не лукави, а уралочку знают. Конечно. И мы известны, но вот получили эту награду, и как бы к нам и девчата пошли в школу учиться, больше пошел набор. И узнаваемость как-то стала, когда шел конкурс, мы об этом писали, пресса об этом рассказывала. То есть, внимание во время конкурса к этим объектам увеличивается. То есть, получается, всего в год выбирается пять объектов. Да, и списка пятнадцати по нашему положению, значит, мы предлагаем губернатору, и Евгений Владимирович, ну, как правило, соглашается. Он говорит, люди проголосовали, люди хотят эти объекты. Ну, таким образом, вы застрахованы от того, чтобы измельчиться, скажем так, потому что, ну, если бы это было сто сразу, потом уже, ну, что выбирать-то, какая-то мелочь бы осталась. Ну, конечно. Во-первых, я считаю, что этот конкурс вечный. Вот по нашему положению, вот те пять, которые побеждают, а десять, которые в этом списке остались, они автоматически участвуют в следующем конкурсе. Автоматически. Почему? Потому что, вот, допустим, на шестом-седьмом месте были объекты, которые совсем чуть-чуть не добрали до пятого места. Например? Исторический сквер в Екатеринбурге. Ну, да. Рядом был, понимаете. Уральский народный хор. Ну, точное достояние. Да. Тоже совсем рядом. Поэтому они снова участвуют и добавляется огромное количество. Я вот сегодня листал список, вы знаете, как снова будет работать это наше большое жюри и голосовать. Просто очень даже обидно будет за тех, кто не попал. Но проигравших нету в конкурсе достояния. Во-первых, всем объектам, которые попадают в заявку, выдается сертификат участника. Как вы карьеру выдавали сертификат, например? Ну, оно же не живое. Получил директор комбината. Директор комбината. Александр Ленин, председатель общественной палаты Свердловской области, был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». У нас есть до 31 мая время для того, чтобы подать любой объект. Смысл можно выдвинуть на звание достояния Среднего Урала. Это конкурс, который проводится в Свердловской области, который проводит общественная палата. Спасибо большое. Итоги недели подведены. Хороших выходных. Спасибо. Итоги недели с Евгением Йениным. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.